Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня понедельник, 27 мая, московское время 16 часов, а это означает, что мы с вами начинаем наш регулярный вебинар по понедельникам, посвященный текущей ситуации в мировой политике и экономике, главные события, которые влияют на рынки прямо сейчас, будут влиять в ближайшем будущем, что вообще происходит, что нас ожидает, и рассмотрение ситуации на главных мировых финансовых площадках. Ну и так, мы начинаем. Моя фамилия Макарова, зовут меня Михаил, я работаю в компании ИнстаФорекс аналитикой преподавателем. Если вы хотите смотреть этот вебинар не в записи, а в режиме реального времени, вам необходимо найти, во-первых, в сети интернет сайт компании ИнстаФорекс, сайт компании ИнстаФорекс, я повторюсь, зайти на сайт этой компании, по поиску найти расписание вебинаров, в расписании вебинаров найти ссылку на данный конкретный вебинар по понедельникам, и по этой ссылке пройти, и вы будете иметь возможность смотреть этот вебинар, задавать вопросы, получать на них ответы. Ну, а так и так мы начинаем. Итак, сегодня понедельник, 27 мая. Вот, значит, в принципе, я бы сказал, что ситуация, так сказать, на рынках, на мировых очень спокойная. Сразу скажу, чтобы потом не забыть, возможно, это связано с тем, что сегодня, так сказать, на рынке такой полувыходной день. Дело в том, что в Соединенных Штатах, так сказать, длинные выходные, сегодня у них день памяти или, там, Memorial Day, сегодня, так сказать, рынки закрыты. Поэтому, естественно, что в ситуации, значит, конца мая в Соединенных Штатах, где в большинстве штатов, так сказать, очень тепло, они все-таки находятся южнее, так сказать, территории, например, в частности Российской Федерации, сейчас, так сказать, почти лето началось, и все уехали на длинные выходные. Поэтому, я думаю, что сегодня многих трейдеров не будет на рынке. Американский рынок стоит. И поэтому мы видим не только, вот по графикам перед вами, видим, что и на валютном рынке, и на фондовом рынке все, ситуация очень спокойная, очень спокойная. Итак, давайте посмотрим, что у нас было по новостям на прошлой неделе. На прошлой неделе, значит, вышли минутки ФРС, но они ничего не принесли нового. То есть, в принципе, так сказать, минутки ФРС никак не изменили представление. Дело в том, что сейчас, так сказать, большинство рынка считает, что либо ставки до конца года вообще не будут изменены, потому что инфляция затормозила, с другой стороны, так сказать, экономика не показывает признаков спада. А если экономика не падает, то зачем Федеральному резерву снижать ставки? Тем более, что, так сказать, инфляция еще пока не вышла на цели Федерального резерва. Она придвинулась, то есть, где-то инфляция там 3,5% годовых. Для ФРС нужно снижение хотя бы до 2,5%, но, в принципе, 3,5% на самом деле не критично. Ставки, опять же, по доходностям на гособлигации тоже довольно неудобно высоки. Где-то они сейчас почти 5% по двухлеткам, пониже 4,4% по десятилетним облигациям. То есть, в принципе, все как-то более-менее стабилизировалось. Но если кто-то ожидает когда-то, то никто не ожидает реально, так сказать, что ставки снизят раньше сентября. Ну, а за это время, так сказать, сейчас у нас конец мая, еще 3 месяца впереди, много воды утечет, выйдут отчеты, значит, по ВВП за первый квартал будут обсуждаться, будет какая динамика заняться. В общем, это еще длительное время. Потом, значит, вышла недельная безработица, ничего там не растет, не снижается. Примерно 220, там, что-нибудь, тысяч заявок на безработицу. Это такой фоновый уровень. То есть, он показывает, что на самом деле на рынке труда в Соединенных Штатах все достаточно нормально. То есть, никакого существенного роста безработицы не происходит. То есть, есть некоторое замедление в промышленности, но в сфере услуг более-менее все нормально. Ну, в общем, как бы идет, как идет. Может быть, темп просто замедливался, но, так сказать, с работы как бы массово никого не увольняют. Вот. Заказы на товар длительного пользования. И индекс Мичигана, вот это вышло как раз в пятницу. Мы видим, с одной стороны, заказы на товары длительного пользования вышли существенно лучше прогноза. То есть, они как бы вышли ниже, чем в прошлый раз. Но прогноз, например, был, что они упадут на минус 0,8%. А отчет показал, что они выросли плюс 0,7%. Ну, и сейчас, опять же, вот наступила такая ситуация парадоксальная, что как бы на хорошие, сильно хорошие новости, так сказать, рынок американский, например, может реагировать снижением. Объясняется это тем, ну, аналитики, по крайней мере, объясняют это тем, что если уж сильно хорошие новости от экономики, это значит в пользу того, что чуть ли не ФРС, так сказать, еще там немножко повысит ставку. Хотя это, конечно, чистая спекуляция, ставка не повысит. А вот если новость, так сказать, слабая, то тогда могут отыграть ее с ростом, потому что, ну, как бы это повышает вероятность, что ФРС как бы все-таки начнет как бы снижать ставку. Вот, но вышла, так сказать, последняя новость была в пятницу. Позже, это самый индекс потребительского оптимизма от штата Мичиган. Он, в принципе, не показал какого-то сильного роста, но главное, что он показал, что улучшается, в общем-то, во-первых, оптимизм потребителей, и самое главное, снижается инфляционный жар дожидание. Это всегда как бы очень приятно, особенно для Федерального резерва, то есть вот так. Ну, и в результате мы видим вот на графике, так сказать, слева снизу, вы видите этот дневной график S&P 500, и вы видите, что пятница закрылась таким приличным ростом. Да, в четверг было заметное как бы снижение, вроде бы началась коррекция, но в пятницу как минимум половина того падения была отыграна. То есть в пятницу, значит, NASDAQ вырос на 0,1%, S&P вырос на 0,7%, доу не вырос, до остался как бы на месте. Но в целом, в общем, закрытие недели в прошлом закончилось как бы на такой, как сказать, позитивной ноте. Так, что у нас на новой неделе? Вот на новой неделе, значит, сегодня 27 мая по 31 мая, значит, сегодня, как рынок закрыт, завтра тоже, в принципе, довольно спокойная неделя, кроме пятницы. Сразу скажу, что в пятницу выйдет, так сказать, выйдет отчет по личным доходам и расходам, и главное, выйдет инфляция по потребительской корзине товара, то есть инфляция ПСЕ, то, что является предпочтительным индикатором для ФРС. Вот это важно. То есть в пятницу это важно, это может вызвать какое-то сильное движение как бы в ту или в другую сторону, 31 мая. А до этого, значит, завтра, во вторник, выйдет Consumer Confidence, в четверг, в среду вообще как бы ничего нет по Соединенным Штатам новостей, в четверг выйдет недельная безработица, и выйдет ВВП, но надо понимать, что ВВП выйдет второе чтение. Как правило, значит, второе чтение не сильно отличается от первого, и поэтому и не стоит ожидать четверг на ВВП какое-то существенное движение. Правда, то, что он выходит одновременно с отчетом недельного поздания, то есть это может быть какое-то движение, будут говорить, что это вот как бы на ВВП, на самом деле движение, вот если, конечно, недельная безработица покажет какое-то существенное изменение, вот как бы это может сыграть. Ну, а так, как я уже сказал, так сказать, довольно всё спокойно, что у нас по активам, как бы по инструментам. Вот европейскую валюту мы посмотрим, что у нас получается. Вот европейская валюта, она как бы в диапазоне находится, то есть мы видим, что вот сейчас я подожму немножко график, мы видим, что у нас вот, ну, в принципе, я хочу сказать, что это такой большой-большой диапазон. Вот мы его прекрасно, грубо говоря, видим. Во-первых, он начался где-то, грубо говоря, с середины февраля, даже я бы сказал, ну, вот смотрите, это типа февраль 23-го года, да, а сейчас у нас, так сказать, середина мая 24-го года, то есть два года уже, так сказать, европейская валюта в диапазоне. Вот есть нижняя, как бы, граница 1.05, там 30, верхняя граница 1.11, то есть, да, 600 пунктов. Но, как бы, вот на самом деле, если, ну, вот я ещё сжал, вот если выйдет из этого диапазона, то есть тут надо что сделать? Надо ждать, значит, тут можно вот играть, я считаю, что уже на прорыв. То есть, видно хорошо верхняя, то есть выше вот 1.0950, то есть, в принципе, можно занимать на позиции на покупку как аккуратно, как бы, и сейчас, но вот, как бы, будет сигнал существенное закрытие дня выше где-то 1.10. Вот закрытие дня выше 1.10, это вообще хорошая будет заявка на движение куда-нибудь там в сторону 1.15. Либо, с другой стороны, закрытие дня ниже, ниже, так сказать, 1.06, вот если будет пробит уровень 1.06, 1.0590 вниз, и будет закрытие дня ниже, это будет существенное движение, как бы, вниз, потому что, видим, очень-очень длинная консолидация, очень длинная консолидация, так сказать, в принципе, я даже, как бы, это вот уже дневной график, давайте на недельки посмотрим. Вот, смотрите, такие консолидации, вот, в принципе, была консолидация очень длительная, была, значит, с марта 15 по апрель 17, вот два года. Но, в общем-то, и здесь уже идёт два года. И вполне, более того, вот видите, здесь вот как раз, вот я на недельке показал, вот видите, у меня давным-давно проведена, как бы, эта вот линия. И цена, как бы, прижимается к этой линии, и я хочу сказать, что если она пробьёт вот эту линию наверх, то есть, вот это и есть как раз выше, там, типа, 1.11, 1.12, то, ну, как бы, есть потенциал, я думаю, где-нибудь пунктов на 600. То есть, вообще, так сказать, курс на 1.22. Вот так, то есть, есть как бы, есть тут во что как бы поиграть, то есть, это будет движение в сторону, допустим, 1.22. Вот. Причём, кстати, это, это, это может быть снова, как бы, оказаться некоторый такой диапазон. Вот выйдет на 1.22, а потом, значит, вот, допустим, вниз. Но это будет вот такой, как бы, некоторый флаг, да, нарисован. Надеюсь, вы понимаете, как бы, о чём речь. То есть, вот интересно, да, то есть, сейчас как бы не очень интересно, я не думаю, что сейчас есть смысл играть какие-то диапазоны, потому что, ну, уже поздно, 2 года консультации, вот. Есть интересный вариант, значит, вот наверх попробовать это разыграть. Теперь, что касается рынка Соединённых Штатов. Вот, это вот дневной график, мы видим, что рынок по-прежнему, я считаю, что готов, как бы, к продолжению роста. Вот смотрите, что я тут сделал, какое интересное построение. Значит, если кому-то хочется шортить. Дело в том, что вообще шортить растущий фондовый рынок, это такая штука весьма, так сказать, не очень благодарная. Но вот смотрите, значит, я провёл верхнюю границу канала, вот таким образом я её провёл. Да, то есть, через максимумы ещё какого-нибудь там конца 22-го года, выше максимума 23-го года и через максимумы, вот, так сказать, этого 24-го года. Вот, я считаю, что если рынок США резко сейчас вырастет и коснётся вот этой верхней границы, то там, во-первых, можно фиксировать, так сказать, какие-то покупки, которые были накоплены, кроме, может быть, самых потенциально интересных низких. Вот, а можно даже, так сказать, более агрессивно попытаться оттуда небольшим объёмом попытаться шортить. Вот, с другой стороны, если сейчас вместо этого пойдёт движение вниз, так сказать, и коснёмся мы вот этой первой средней, 50-дневной, вот сейчас у нас 5300 по индексу S&P 500, а это будет, значит, типа 570. То есть, это 130 где-то пунктов по индексу, это где-то 2,5%. То есть, если рынок сходит вниз на 2,5%, я считаю, что здесь можно легко покупать снова. Снова легко покупать. Ну, а как я сказал, а вот фиксироваться, фиксироваться вот там вот в этой точке этого как бы верха. Но раньше я считаю, то есть, я считаю, что по-прежнему как бы вот надо держать покупку. Вот. Теперь, что касается вообще общемировой как бы ситуации, что есть? Значит, что касается ситуации на Ближнем Востоке, то по-прежнему продолжается война, так сказать, Израиля против Хамаса. Соединённые Штаты сильно как бы недовольны, но тем не менее, так сказать, они не могут, у них союзнические отношения, они не могут полностью как бы там наказать как-то Израиль, хотя, значит, пытаются. Потому что тут главная, конечно, политика. Байден собирается избираться, так сказать, среди избирателей Байдена, особенно демократов, есть определённая часть, так сказать, либо арабов, проживающих в Соединённые Штаты, либо сочувствующих арабам, там, палестинцам. Вот эта категория, она совершенно точно, так сказать, будет против Байдена голосовать, если как бы никак не закончится к ноябрю вот эта вся история. В принципе, Израиль изо всех сил пытается закончить, потому что там остался вот один этот город в Газе на границе с Египтом Рафиях. Они, так сказать, изо всех сил сейчас пытаются полностью его заблокировать, ведут там зачистку, так сказать, уничтожили какого-то крупного деятеля Хамаса буквально вчера. Вот, так сказать, в принципе, там продвигается. Есть шанс закончить, вроде как бы вот, ну, к сентябрю они как бы планируют это закончить. Это вот такой один сюжет. Но, как бы, боевые действия продолжаются, несмотря на то, что, так сказать, вот в том числе, например, там, Международный суд потребовал от Израиля немедленно прекратить. Ну, вот Израиль как бы не будет слушаться, потому что, ну, а как бы, так сказать, а что этот суд как бы предложит? Дело в том, что можно было... Израиль неоднократно предлагал завершить эту ситуацию переговорами, так сказать, какой-то сделкой с Хамас. Предлагал очень выгодные условия. Последней информацией сегодня Хамас снова отказался от этих переговоров. Есть такое подозрение, что, на самом деле, у Хамаса просто нет живых заложников уже, так сказать, к сожалению, так сказать, которых он захватил там 7 октября. Вполне вероятно, что они просто всех уже убили. И поэтому они как бы вот не идут на сделку. Потому что условия, которые им предлагаются, в их ситуации крайне, так сказать, на самом деле хорошие. Фактически все бы там, война была бы завершена, отдая не просто заложников. И они бы вместо этого получили бы в 10 раз больше еще своих, так сказать, своих арабов, сидящих за террористическую деятельность в, так сказать, в израильских тюрьмах. Ну, вот это вот такое. Значит, что касается европейской ситуации, то, так сказать, война в Украине продолжается. Значит, Российская Федерация продолжает наступать фактически по всему фронту. Но после, так сказать, вот того наступления, которое на севере Харьковской области было организовано там с 10 мая по, так сказать, вот оно до сих пор формально продолжается, но там все застопорилось. То есть, по всему фронту, так сказать, с одной стороны продолжаются активные атаки российских войск. С другой стороны, так сказать, фактически все как бы делается самороски. И стало очень много, так сказать, разговоров о мире в том или ином варианте. Сразу будет несколько событий. Значит, западные страны, так сказать, инициаторы и вместе с Украиной, они будут проводить саммит мира на курорте в Швейцарии, куда приглашено очень большое количество стран. Вот неизвестно, как бы, кто фактически приедет. Но Байдена вроде бы не будет. То есть, это уже, конечно, снижает уровень как бы представительства. Но России там не будет. Россию принципиально не приглашали. И Россия сама, так сказать, сразу заявила, что и она и не приехала бы, если бы ее даже и пригласили. То есть, ее это как бы не устраивает. Ну, понятно, что настоящей сделки не может быть заключено, если нет второй стороны. С другой стороны, так сказать, Россия проведет, так сказать, в этот же момент, я не знаю, так сказать, фактически, кто на чью дату, то есть, кто первый, там можно бесконечно спорить, но неважно. По сути, одновременно будет проходить саммит БРИКС на уровне, там, как бы, министров иностранных дел, как я понимаю, в Москве, и там тоже будет в центре внимания вопрос о, так сказать, прекращении, как бы, войны в Украине. Там, естественно, не будет Украины. То есть, там будет Россия. Но там, так сказать, совершенно очевидно, будет доминировать китайский план. Что такое китайский мирный план? Очень коротко. Китайский мирный план – это просто прекращение огня по текущим линиям и, в общем, все. Разумеется, так сказать, если будут какие-то переговоры, Россия будет требовать каких-то условий, то есть, Россия будет требовать, чтобы Украина признала, так сказать, за Россией вот эти территории, которые сейчас заняты российскими войсками, но при этом с очень высокой вероятностью Украина, так сказать, ни на какие такие признания не пойдет. Вполне реальный, так сказать, вероятный вариант, что просто будет некоторое перемирие, то есть, прекращение огня, ну, может быть, там обмен пленными будет, да, то есть, это гуманитарные какие-то вопросы, вот, вполне возможно, что до конца этого года перемирие будет завершено. Но мира, так сказать, полноценного, так сказать, с взаимными какими-то там уступками, подвижками, скорее всего, не будет, потому что требования Российской Федерации неприемлемы совершенно для Украины, требования же Украины неприемлемы, ну, то есть, Украина требует, так сказать, возврата, как минимум, большей части территории, то есть, ну, например, звучало предложение там возврат на линию там 23 февраля 22 года, то есть, когда под контролем России находились вот эти ДНР, ЛНР, так называемые, и Крым, вот, то есть, в принципе, как бы Украина, так сказать, наверное, согласилась бы на такой вариант. Российская же страна, которая внесла уже в Конституцию четыре области полностью, значит, Донецкая, Луганская, так сказать, Запорожская и Херсонская, ну, не говоря уже о Крыме, при том, что город Запорожье Россия не контролирует и не контролировала, и, так сказать, и Херсон, так сказать, контролировал, но сейчас не контролирует, сейчас Херсон контролирует украинская сторона, вот, кроме того, ну, Луганская область почти вся, так сказать, контролируется Российской Федерации, а, например, Донецкая область очень далеко, там ещё очень много городов, довольно крупных, существенно более крупных, чем те же там Бахмут и Авдеевка, за которые, так сказать, за каждые там по полгода, значит, российская сторона сражалась или там больше, вот, то есть, такие условия, чтобы ещё дополнительно какие-то территории давать Украину, разумеется, не согласен, ну, по крайней мере, при текущем расположении. Дело в том, что у России был, так сказать, очень неплохой момент для, как бы, своих наступательных действий, пока, так сказать, сторонники Трампа, жёсткие в Нижней Палате Американского Парламента, в Палате Представителей, пока они блокировали помощь Украине, а это продолжалось, если кто не в курсе, в течение полугода, то есть, начиная с октября прошлого года, с начала октября 23-го года и до почти конца опыта апреля 24-го года Нижняя Палата полностью блокировала помощь, выделение помощи Украине, но потом, так сказать, под давлением общественности, так сказать, и под давлением администрации это сопротивление было сломлено, и 22-го апреля помощь была принята, и она активно стала двигаться, но понятно, что там есть время на какой-то логистики, и вот буквально, буквально, так сказать, примерно дней 10 назад, так сказать, или там меньше, то есть, неделю назад, там в 20-х числах помощь начала реально, так сказать, массово чувствоваться на фронте, то есть, в первую очередь, конечно, снаряды, ракеты и так далее, вот этого всего стало существенно больше поступать украинским силам, и это сразу сказалось, то есть, где там, где шли продвижение, так сказать, российских войск, им стало намного труднее. Ну и понятно, значит, выделили объём помощи очень серьёзный, там 61 миллиард долларов, это совершенно точно хватит до конца этого года, а может быть, уйдёт ещё в начало следующего года, более того, страны Большой Семёрки, они запланировали ещё, так сказать, некоторый вариант, там, полу-такой кредит с финансированием на 50 миллиардов ещё на следующий год, на тот именно случай, если, например, в Соединённых Штатах выберут господина Трампа президентом, и он вдруг, значит, снова захочет заблокировать, хотя это не очевидно, но если он снова захочет заблокировать помощь, так сказать, Украине, на этот случай, так сказать, уже будут, как бы, выделены деньги и на следующий год, то есть, в принципе, ожидать, что вот-вот сейчас, как бы, Украина там рухнет и развалится, я бы, ну, честно говоря, не стал, вот, поэтому вполне невероятно, что, ну, с другой стороны, так сказать, потенциала наступления у Украины нету, то есть, нет у них, как бы, ресурсов для того, чтобы, так сказать, сейчас полностью наступать. Какие-то контрнаступательные действия, ну, мы это видели, например, осенью 22-го года в Харьковской области под Херсоном, могут быть неожиданности, неприятные, так сказать, для Российской Федерации, но не обязательно. Скорее всего, все, так сказать, большинство аналитиков сходятся на том, что, так сказать, Украина будет находиться в обороне, и, скорее всего, это будет вот позиционная такая возня, так сказать, по текущей линии фронта. Ну, и, в принципе, это все, это подталкивает к тому, что вполне возможно, что будет перемирие. Тем более, конечно, например, тот же, значит, Байден, желая, так сказать, избраться, если бы, например, хотя бы, например, было прекращение огня, перестали бы стрелять и убивать, это было бы, конечно, очень сильно позитивно, в принципе, воспринято в абсолютном большинстве, так сказать, стран и у американского избирателя. И это, наверное, воспринималось бы как победа Байдена. То, что Украина выстояла, то, что, так сказать, никакой Киев там не взяли, ни Харьков не взяли, ничего, так сказать, такого крупного не взяли. На самом деле, на данный момент, вот, когда Харьков, когда Херсон, простите, был под контролем российских войск, можно было сказать, что вот с 22-го года взяли, значит, по крайней мере, один областной центр, хотя там не самый крупный. Вот. А сейчас нет. Сейчас, по сути, ни один областной центр, так сказать, российскими войсками не взят. И это можно, можно, так сказать. Да, конечно, понятно, что примерно 20% украинской территории находится сейчас под контролем российских войск. Но, с другой стороны, тут, так сказать, всегда это можно объяснить тем, что, ну, соотношение всего, оно понятно. У России 140 миллионов населения, а Украины реально, так сказать, больше 30-ти там и не было. То есть, это соотношение почти в пять раз. То есть, огромная страна, так сказать, воюет против намного меньшего его соседа. И в этой ситуации то, что сосед как бы отбился и, так сказать, с некатастрофическими потерями, это и то уже может быть, так сказать, продано, грубо говоря, в Соединенных Штатах, как, ну, такая ситуация близка к победе. Это, конечно, может помочь Байдену. Поэтому для Байдена было бы неплохо совсем, чтобы, так сказать, перемирие случилось. Ну, а что уже дальше там? Возможно, будут какие-то переговоры, возможно, какое-то отношение, например, в том же и в Москве, так сказать, изменится к военным действиям, к целям и так далее, и так далее. Это сейчас как бы загадывать бесполезно. Ну, я говорю, вот такая ситуация. То есть, со всех сторон обсуждается. То есть, вот есть китайский план, который фактически просто перемирие. Причём Российская Федерация в лице, так сказать, Путина заявила, что они полностью поддерживают китайский план. Между прочим, в китайском плане, так сказать, пункт один звучал таким образом, что, этот план мирный исходит из устава ООН, и было специально проговорено, что уважение, так сказать, территориальной целостности и суверенитета, так сказать, на этой основе. То есть, я не очень понимаю, как, грубо говоря, требования, так сказать, то, что, как те территории, которые по международному всем соглашению принадлежат Украине, сейчас записаны институты Российской Федерации, и как вот они собираются сочетать это с вопросами территориальной целостности, это для меня как бы большая загадка. Ну, во всяком случае, вот есть китайский план, есть какая-то, значит, соответственно, китайско-российская инициатива, которая будет на саммите БРИКС, которая будет проходить одновременно с швейцарским саммитом мира. То есть, это всё будет 15 июня. Вполне вероятно, что вот все эти какие-то переговоры и с той стороны, и с другой стороны, всё-таки так или иначе, например, на прекращение боевых действий выйдут. Вот это вполне вероятно. Ну, а что дальше будет, как говорится, там уже будем посмотреть. Значит, каждая сторона, так сказать, может объявить о своей, там, огромной победе, так сказать, Владимир Владимирович Путин может, так сказать, заявить, ну, вот, как он сказал, что, ну, вот видите, вот, как бы, вот новые территории, это я вот цитирую практически, вот такой результат значимый, как он сказал, да, встречаясь, так сказать, с матерями, там, жёнами мобилизованных. Это было ещё, там, чуть ли не в год назад, наверное, было, да, вот он когда так сказал. Ну, а, как я сказал уже, как Соединённые Штаты, Запад и Украина тоже могут, как бы, если не как полную победу объявить результат, то, по крайней мере, как частичную, в связи с тем, что просто вот Украине действительно реально удалось сохранить свой суверенитет, что, конечно, так сказать, тоже определённое, в общем, для Украины и Запада будет достижение. Ну, в общем, ситуация вот таким вот образом складывается на сегодня, а на рынках, я говорю, как бы достаточно спокойная ситуация, сегодня в Соединённых Штатах, напомню, как бы выходной. Будем следить за ситуацией, приходите в понедельник и продолжим, так сказать, наше обсуждение этого вопроса. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok